так ну хорошо, перейдем к белой птице-дремени раз она у нас глобальная пояснишь и 4 метра 2, 20 области и глобальности, то, что делает ТОИЦ, она характерна тем, что люди, ведущие интуицию времени, четырёхмерной, они в совместивании находятся в своих правах. То есть, говорит Один Веселин, нет ничего, ради чего можно было бы спешить. То есть, время для них – это такая вещь, которого всегда много. Вот я приводил пример китайцев. Можно делать, можно не делать, можно просто подождать. И они, да? А вот как действовал тот же Кутузов по своей уже стратегической первой функции, его союзником Михаила Кутузова было время. Он, поскольку он был отключен на логический инструмент, да? То есть, кого мы знаем, это ленькие критики или если мы не больные, он просто по интуиции времени спокойно, тем криво ждал. Пока французок закончится продовольствием, пока их зима не доконает, он выставил загрязнительные отряды по всем боковым дорогам вокруг Москвы, и которые просто отрезали французских прожиров от источников питания. Не давали его ритмизировать продовольствием. И в результате армия на больюна была утверждена не по белой сенсориции, не по болевой сенсориции, а фактически при помощи дуального фактора времени в читании с морозом об источнике. То есть, он просто ждал, и это известно, что… Прямо говорил, что вот когда они начнут пожелеплить, то есть тогда мы начнем, тогда они уйдут. И так оно и случилось. То есть, тут просто-напросто подождал, причем у него был фейт-маршал, я сейчас не помню, кто, которого он послал, кто-то создал того группу, очень воинственные, видимо, эти коинтуитивные стороны, которые на него все время доносят, то есть жаловат Петербург императорам, что этот Кутузер ничего не делает, значит, отвод дал Москву, дал ее генерального сражения, все время отступает, а Кутузер, так известно, просто под Москву ждал. И вот почему разница такая, понимает, что тот хотел действовать, поверьте по ситуации, а тот уже не хотел действовать, потому что понимал, что ситуация глобально, глобально война Наполеона уже проиграла. Остается только ее реализация, потому что не было ни ресурсов, ни возможности содержать такую гигантскую армию, сотни тысяч человек в заснеженной стране, без продовольствия. Люди этого типа часто не носят часов. Ну, это не очень заметно, потому что перестали носить часы, перешли на мобильники, но, тем не менее, особенно раньше это было заметно, что, ну, как-то время, они и так знают, и, в общем-то, ну, чуть-чуть часов все равно заставляют быть так. Да. А вот критик вообще считает, что вот если говорит, что нет ничего, ради чего стоило бы спешить, то критик вообще, когда получает какую-то новую руку, и ждет первой администрации, может быть, это очередная глупость печальства, надо сначала подумать, а вообще стоит ли это делать, стоит ли вообще этим заниматься. То есть это там мысль, которая, первая администрация, которая мелькает в голове у критика и Бальзака, когда ему говорят так, он высоединит и сделает это. То есть... Поэтому вот этот момент, момент глобальности, ну и, конечно же, это момент понимания, как может развиться тайвингная ситуация, исходя из той ситуации, которая была раньше. И вот что такое четырехмерное, очень интересное положение еще получается, мы говорим, что вектор глобальности, он еще, как бы, корреспондирует с понятием глобального племени, а вот тут у нас к индуистике, и получается такое, как бы, очень мощное усиление. Есть такой роман от Томаса Мана, Йосиф и его братья. Исторический роман про губерническую историю Йосифа, которого братья продали габш, что я сказал, в Епифике к зерену хорошего. И там у него есть такое отступление, некогда, это то, что было, то, что будет, и то, от чего нельзя убежать. И там идет развернутое высказывание вот именно по этому вектору глобальности, которое называет некогда, которое выключает в себя и прошлое, и настоящее, и самое отдаленное прошлое, и самое отдаленное будущее, и настоящее, как простое будущее. И вот тут, как раз учитывая, что потом ослабли, это некогда, в кавычках, было еще свежо. И тут было с Якова изложение все более ранних и ранних, тем уже погребенных временным событий. Однако, и он сохранял свою невозмутность из передачи самых жестоких, тяжелых историй. И сохранял радостный этаж. И во всей этой истории, были Божьи, рассказывать было для священн. Некогда, слово не ограниченное, буликое, оно смотрит назад, далеко назад, торжественно, как еще и всегда. Она смотрит вперед, далеко вперед, далеко не менее торжественные, в силу того, что они будут. И те другие торжественные, в силу того, что они будут. Некоторые это отрицают, они находят торжественным только дне, когда прошло, а некогда будущего хранятся и вблизи. Это конженит, благочестивые. Это глупцы смутной душой. Это оценка по первой функции. То есть, вот эта смутность, она как бы где-то там нечто определенное. Нам занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени та взаимозаминяемость и предание пророчества, которое предает слову некогда, двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящей. Бесиконии, где и пик воплощей. Бесиконии, Бремена, когда можно было спорить, является ли по спору делом жертвы и только означает его, наступили только три тысячи лет спустя. Но эти праздные слова пресня чуть не покатывая того факта, что суть тайны пресня заключена во невременном, невременном настоящем. В этом и состоится над словом ряда праздника. А каждое жертву заново родится на все владения спасителя, которому суждено страдать, умиреть и воскреть. Ну и так далее. Вот такое вот глобальное, конечно, поэтическое описание по интуиции. Ну и в более предположенном смысле я уже говорил, что человек хорошо чувствует, как могут события развернуться в той или иной ситуации. Крития говорит, я просчитываю, как может быть, то есть пополить я. Лирик, лирик, а, нет. Лирик говорит, я не чувствую, что будет так-то и так-то. И вот это чувство, как связано с оценкой людей, как они могут поступить, плохо или хорошо, он не предсказывает конкретный поступок. Он, собственно, для себя делает было. Это будет хорошо или плохо. опасно или не опасно. Потому что белая интуиция это еще интуиция возможных опасностей, которые противоречивают проблем, которые нас подстерегают при реализации того или иного. Поэтому вот этот вот момент я предчувствую. и, например, для дуала лирика этого достаточно, чтобы уже задуматься, обеспокоиться. Заниматься ли этим? Меньше девяносто человеку не так. Вот. Если вы посмотрите на вторую функцию, которая третьмерная, то там уже, конечно, вверх от глобальности нет, вверх от ситуации. И здесь мы видим активных деятельных велоконтуитов, то есть психолога, или габрика, или предпринимации, или психолога. То есть еще выражены более неактивные, то есть активно формируют, скажем так, свое жизненное время. Планируют его, заполняются событиями, как прямая речь идеолога девушки говорит, я свой день заполняю событиями через край. Разными встречами, разговорами и так далее. то есть, чтобы ни одна минута, ни одна минута не была потеряна. И уже сам предприниматель, но тут есть очень интересный момент, связанный между стройкой и эдикой. Эдик планирует, конечно, свои действия, но это все больше человеками. Скажем, он заглядывает вперед, может на год, может на два силы. а вот предприниматель всего того, что он злой. Он планирует свои действия не то, что на день или час, а на год, два, пять, десять, иногда даже на двадцать лет. И это у нас, это вопрос. Вот вы свою жизнь планируете, и на сколько? Если предприниматель отвечает, да, а на сколько вы планируете? Ну, ну, минимальная строка какая-то, это минимальная. А обычно это десять, пятнадцать, двадцать, двадцать, четыре, некоторые говорят, у меня ли после смерти есть планы. Да? Ценоплощение там, вопросе, перевоплощение, и так далее. Он не надеется, он уже спланировал. Он уже спланировал, да. Ему распланировала вся жизнь. Убирать некогда. Да. Мальчик, двадцать лет приходит, двадцать, двадцать два, приходит, приходит, приходит в отделение банка, например, на севере, и это вот, ну, там, финансовое, финансовое отделение, и говорит, а какие ваши планы? У меня планы через десять лет быть здесь главным бухгалтером. То есть, совершенно четко, если вы планировали, будьте уверены, что он будет идти к этой цели, рационально, упорно, и все, и, вот, пять лет несло, да? Да. Это такой, минимум, который планировали. Конечно. И потом на него спрашиваешь, ну, а как удалить планы, которые планировали раньше? Пять лет назад? Конечно, удалить. Ну, и так далее. То есть, вот эта вот, рация одна, конечно. Вот когда вы сомневаетесь, я так помню, в наше время, это очень трудно иногда. Перед вами идеологи-приниматели, потому что там идет мимикрия и прочее, все хотят быть главными, значит, активными, то разница в шоках планирования, уверенности в этом планировании, она и отвечает неудоба, вот, как понимать. Тут еще один такой момент, связанный с тем, что планирование, оно не только сразу, на самом деле, но и с рациональным в целом. Мы знаем, что порциональный тип, они планируют свои действия. И, ну, тоже один из тестов, вопросов, а как вам проще, когда у вас есть план действий на один, там, на неделю, или, когда вы спонтанно, по обстоятельствам, там, так вот, белая интуиция во второй функции, это не только планирование, а таковое, это четкое распределение действий, как свои, как своих сотрудников, как своих политических, во времени. Мы очень часто можем видать, как в семейной паре, например, предприниматель, в логике интуитивный экспромет, своему, не обязательно дуалу, но своему партнеру, он говорит, «Бог спеем», потому что, дуал, прайзер, он беспокоится в то время, но предприниматель сообщает, «Бог спеем», «Нам следует поторопиться, нам уже надо выйти, через пять минут мы должны быть там-то». Причем, это, вот эти сообщения, они… Они идут в основном режиме, то есть, он не затрачивает, возвращаясь к теме. Но, второй функции, человек не затрачивает особо усилий на удаление работы в этом аспекте. То есть, для предпринимательного состояния, не представляет никакого труда, там, пусть и там, в условленное время обозначает, что там уже пора уходить, нам уже пора поторопиться, или нет, у нас еще без времени можем не торопиться, то есть, вот эти вот все вещи происходят. Почему, также, и в одно очередь, с нами люди, типа, говорят, время – это ресурс. Время – это фактор многогранный, и они относятся ко времени, как к ресурсу, который должен быть поступить. использован. Именно поэтому они очень любят, когда этот ресурс тратят безумно. Именно поэтому лентяйные, умедлительные люди, те, которые не торопятся, они в них вызывают беспокойство и раздражение, потому что они расходуют ресурс вот этого аспекта биологии. Но, кроме всего прочего, вот это планирование, оно, когда оно происходит по второй функции, то есть, именно у этих у даунета имиджета именно такой планированный риск.